В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Глава Ленинского округа Станислав Катров и депутат Мособолдума Владимир Жук обсудили самые актуальные темы жизнедеятельности муниципалитета. Мы точно в повестке, в тренде, жители понимают, что они хотят, что будет реализовано, какие сроки. В рамках проекта «Чистая страна» в детском саду Бобренок дети вместе с воспитателями высадили кустарники. Давай вот так, смотри, еще ножку вот так сделаем. Стоп! Вот так берем и вот так. Сотни жителей и гостей города Видное посетили ночь в парке 2024. С семьей прийти, а так, ну, прям вот в выходной день, это замечательно. Глава Ленинского городского округа Станислав Катров и депутат Московской областной думы Владимир Жук приняли участие в круглом столе по вопросам решения насущных тем жизнедеятельности в муниципалитете. Как отметил глава округа Станислав Катров, важно каждое обращение, поступающее от жителей, ведь от правильного и быстрого решения многих вопросов напрямую зависит качество жизни. Мы точно в повестке, в тренде, жители понимают, что они хотят, что будет реализовано, какие сроки. В ходе беседы участники встречи обсудили основные темы, поступающие от населения, в частности, и те, которые часто поднимаются во время выездных администраций. Это строительство социальных объектов, ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий и жилищно-коммунальное хозяйство. Вопросы получили некоторые ответы, другие были взяты на контроль, поэтому в следующей встрече, наверное, более развернуто, можно на них получить ответы. И самое главное, что они все идут на пользу нашим жителям. Насколько безопасны подъезды и подходы к школьным и дошкольным учебным заведениям, это решили выяснить представители общественных организаций вместе с сотрудниками госавтоинспекции. Они отправились в жилой комплекс «Эковидное» и, как выяснилось, не напрасно. Лето перешагнуло экватор, а значит, все больше внимания уделяется подготовке к началу учебного года. В микрорайоне Купеленко группа общественников вместе с сотрудником госавтоинспекции и волонтерами молодой гвардии «Единой России», как это делается уже не первый год, решила проверить подходы и подъезды к детскому саду «Колобок». Это мероприятие, связанное с безопасностью дорожного движения, безопасностью наших детей и их родителей, которые идут в садики, в школы. Это проект «Единой России», федеральный проект, так и называется «Безопасные дороги». Наличие пешеходных переходов, наличие знаков, чтобы к сентябрю снизить возможный травматизм и вообще риски этого травматизма. Как показывает практика, такие встречи позволяют не только обнаружить проблемные места, но и наладить связи между активистами внутри микрорайона, чтобы впоследствии решать возникающие вопросы совместными усилиями. Председатель дома. Я, кстати, председатель 11-го дома. Очень приятно. В микрорайоне Купеленко организация дорожного движения не раз была предметом пристального внимания как со стороны сотрудников госавтоинспекции, так и администрации округа. Во многих небезопасных местах установлены знаки, нанесена разметка. Тем не менее, полицейский опытным взглядом находит недочеты. Как дети вот здесь переходят? Здесь, в смысле, вот по этому тротуару имеют в виду? Ну, чаще всего они идут, конечно, вот таким вот образом и сразу проходят вон туда, к себе, к воротам. Вот здесь, если вы считаете, что нужен еще один, вот, в принципе, можно, я думаю, его организовать, чтобы напрямую можно идти, да? Конечно, напрямую, потому что они здесь в любом случае будут бегать. Его поддерживает председатель совета дома номер 6, во дворе которого находится проблемный участок. И лежачий полицейский можно делать, потому что тут дети бегают, лошадка там, а летят все отсюда, отсюда летят. Ну, можно лежачий полицейский делать. Общественники вместе с присоединившимися неравнодушными местными жителями обошли все подходы и подъезды к детскому саду «Колобок». Было выявлено еще несколько проблемных участков. Но, как отметила представитель общественной организации «Союз женщин Подмосковья» Ксения Демченко, главное вовсе не знаки или разметка. Безопасные дороги – это не только обеспечение на уровне муниципалитета, ограничителей скорости, ИДН, знаки. Я уверена, что это ответственность личная каждого и, в первую очередь, уважение к людям, рядом с которыми ты живешь, забота о ближнем и самодисциплина, конечно. Проверка безопасности подходов и подъездов к школьным и дошкольным учебным заведениям будет проводиться общественниками вплоть до начала учебного года. Максим Козлов, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. Лето – пора активных видов спорта. Велосипеды, самокаты, скейтборды – все это, чтобы добраться, например, до парка, люди часто перевозят на общественном транспорте. В связи с этим МОЗ «Трансавты» напоминает пассажирам правила перевозки инвентаря. Бесплатно можно провозить с собой снаряжение, размер которого не превышает 120 сантиметров, например, самокат, ролики или скейтборд. За более крупные предметы нестандартных габаритов уже придется заплатить. На провоз такого инвентаря и снаряжения действуют специальные тарифы. В автобусах городских маршрутов это 54 рубля, а в пригородных – от 54 до 162 в зависимости от расстояния. В детском саду «Бобренок» педагоги вместе с детьми посадили кустарники. Акция организована при поддержке партии «Единая Россия» в рамках проекта «Чистая страна». Как такие инициативы способствуют формированию экологического сознания у детей, узнала наша съемочная группа. Дошкольное образовательное учреждение Ленинского городского округа «Бобренок» стал лауреатом в номинации «Лучший детский сад Подмосковья». Такой успех – результат многолетнего труда педагогов, креативного подхода к обучению и заботливого отношения к своим воспитанникам. Примечательно, что эта престижная награда была получена относительно молодым учреждениям. Наш детский сад еще такой молодой, открылся в 2018 году, но уже достиг очень больших успехов и результатов. На данный момент у нас функционирует пять больших зданий и два полисадика. Но сейчас в проекте мы открываем еще два здания, и наш детский сад еще больше. Организаторы конкурса оценивали множество показателей. В частности, создание пространственно-развивающей среды, закупку оборудования в соответствии с критериями проекта «Предшкола». Немаловажно правильно интегрировать данное оборудование и материалы в образовательный процесс. То есть этот проект реализуется в течение года, учебного года. А на конкурс мы просто представили те материалы, которые мы собирали в течение года вместе с детками, с родителями. В учреждении регулярно проводят мероприятия для разностороннего развития детей. В этот раз на территории лучшего детского сада Московской области в рамках проекта «Чистая страна» представители партии «Единая Россия» помогли организовать высадку кустарников. Участники дневного летнего лагеря «Бобренок» вместе с заведующими педагогами взяли перчатки, лопаты, лейки и приступили к работе. О, супер! Супер-пупер! Супер-пупер! Давай вот так, смотри, еще ножкой вот так сделаем. Стоп! Вот так берем и вот так. Вопрос экологии, защиты окружающей среды, они всегда актуальны, особенно сейчас в нашей стране, да, и поэтому мы решили произвести такую акцию в данном детском саду, высадить прекрасные саженцы с детками, которые посещают сейчас летний лагерь. Дети с большим энтузиазмом помогали взрослым придерживать саженцы, помещать их в лунки и поливать. Это не просто веселое и познавательное времяпрепровождение, но еще и хороший способ привлечь внимание ребят к теме охраны окружающей среды. Очень сильно понравилось. Нам понравилось садить деревья, все вместе поливать их. И мы через много лет придем и посмотрим, как наши кустики выросли. В завершении акции все участники собрались вокруг посаженных кустарников и сделали общее фото на память. И это событие стало ярким и запоминающимся моментом как для воспитанников лагеря, так и для педагогов. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. В Московской области прошла ночь в парке. Яркий праздник лета состоялся и в Видном. Жители наслаждались живой музыкой, проводили время за играми. Кто-то принял участие в мастер-классах, другие танцевали. Атмосферой праздника зарядилась и наш корреспондент Инга Инчук. Московский областной проект «Ночь в парке» разработан Министерством культуры и туризма региона. Ежегодно в единый день акция проходит сразу в нескольких городских округах. Видное не исключение. Здесь для жителей по традиции подготовили обширную развлекательную программу. Она уникальна, потому что мы находимся в сердце нашего любимого города Видное. Поэтому здесь все жители могут легко до сюда добраться, поучаствовать. Молодежь, кроме того, сейчас развивается большой микрорайон у нас рядом, в зеленой аллее. И, соответственно, все остальные жители также могут подтянуться и посмотреть. К этому событию долго готовились, а жители с нетерпением его ждали. Акция «Ночь в парке» 2024 началась со всеми любимого просмотра кино под открытым небом. В кинотеатре очень удобно, потому что близко экран, звук очень хороший. И такой фильм мы еще не смотрели. Я думаю, что, наверное, он может даже в кинотеатрах показывается еще. Поэтому очень интересно. Мне понравилось. А в зеленой зоне жители ожидала площадка, где можно научиться бачате, социальному танцу, который нацелен на взаимодействие жителей. Ведь танцевать его надо вместе. Вы знакомитесь, общаетесь, танцуете, и у вас появляется большой круг людей. У нас приходят наши ученики, которых мы знаем, но очень много новых лиц всегда. Потому что город развивается, и каждый год все равно какие-то новые люди приходят. Это классно. Не обошлось и без игр. Каждого юного посетителя ждала приставка, где с помощью джойстика можно играть за любимого персонажа. Расскажи, чем ты занимаешься сейчас? Я сейчас играю в «Удруг человеку». Почему выбрал именно эту игру? Потому что первую часть я давно прошел, и мне хотелось поиграть во вторую. Самая интригующая зона – это пространство с VR-очками. Какую картинку видят жители, и почему они решили попробовать? Давайте узнаем. Почему решили попробовать надеть VR-очки? Просто потому, что стало очень интересно. Я вообще люблю изучать именно VR-реальность. Центральная сцена парка стала местом притяжения для всех любителей музыки. Песни и танцы сегодня ожидали жителей, и все с удовольствием подпевали артистам. Песни и танцы, и танцы, и мастер-классы – все, что пожелает ваша душа. Давайте узнаем, что жители думают о сегодняшнем празднике. Я считаю, что вот с семьей прийти, а так, ну, прям вот в выходной день – это замечательно. Очень приятно, что есть такие вечера, что можно пройти, провести время с детьми, с семьей. И спасибо, что организовывались данные вечера. Кульминацией вечера стала пенная вечеринка. Ночь в парке 2024 удалась и закончится всем жителям надолго. Инга Янчук, Александр Логинов, Максим Константинов, Бинная ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.